Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу показать как мы сеем крупносеменные культуры. Это бархатцы, томаты, перцы, баклажаны и так далее. Вот такие бархатцы у нас получились уже им две недели. И сегодня будем сеять второй срок. Сейчас я вам покажу как мы сеем крупные семена. Берем поддон готовую, подготовленную уже семелькой. Есть на нашем канале видео как подготовка субстрата к посевам. Оставлю ссылочку. Берем вот такую речку от ящика по размеру и намечаем луночки таким образом. Под бархатцы можно поглубже эти бороздочки делать. Для перцев мы делаем где-то пол сантиметра. И вот таким образом размечаем мы свой поддон в бороздке делаем. Дальше раскладываем в бороздочки семена. Мы уже разложили, чтобы не занимать вашего времени. И вот разложили семечки, семена. И дальше вот самое важное присыпаем песочком. Песочком присыпаем на миллиметров два-три. В общем, чтобы семена не было видно. Песочек мы можно покупать в строительном магазине. Просеиваем мы вот через такое сито. Прокаляем на сковородке. И со всеми посевами мы работаем с песочком. Для чего мы вообще посыпаем песком. Вот. Не жалея песочек. Так засыпаем мы свои семена. Когда пойдут у нас сходы, вот этот песочек задержит оболочку семи. И выйдет чистый сеяниц. У нас даже не на одном сеянице вот эта оболочка не остается. Ну, дальше мы прикрываем нашу посевы речки. Вот таким образом. Почему мы сеем редками? Когда начнется массовая пикировка, нам некогда будет есть рассыпью насыпать. Нам у нас просто времени не будет потом сидеть и распутывать корневую систему. разделять наши цветочки, томаты. Томаты мы разлаживаем пореже, чтобы они не тянулись. Засвечиваем круглосуточно. Все, прикрылись семечки, семена. И уплотняем. опрыскиваем наш посев. Мы обрабатываем от грибковых заболеваний фитоспорином. Кто-то может маргантовочкой. У кого денег много, можно и привикуром обрабатывать. Надежнее будет. И через две недельки у вас будут тоже есть у нас на канале видео, где мы делаем после первых сходов. Тоже ссылочку оставлю. Когда уже пошли семидольные настоящие листочки мы после уже как пробронили земельку, мы вот так как бы окучиваем наши сходы. Вот так ручками не сложно, не займет много времени. Так окучили. Вот такие у нас бороздочки получились. И еще по поливу хочу сказать. поливаем мы промеж не под корень, а вот так по бороздочкам. Сильно не заливайте цветочки, там влага все равно присутствует. И вот таким образом у нас производится полив. наших цветочков, овощей. Еще бы хотел показать. когда мы начинаем вот такой подложечкой пользуемся, когда начинается пикировка, вот посмотрите как удобно очень ложечкой доставать сеянцы. такой все достали стаканчик и сделали там кто маркером, кто пальчиком отверстие и вставляете спокойно углубляем мы по самому семидольный листочек это заглубляем и перцы тоже у нас спокойно укореняется и томаты под вытянутые если все спокойно садим до семидольных листочков и вот у нас получается вот такая вот видите песочек вот он песочек у нас слой там он дышит под корень мы не поливаем его он спокойно дышит не будет ни черной ножки ни грибковых заболеваний и вот так у нас получается такая вот рассада ну все кому понравилось оставайтесь с нами всем пока до новых встреч и по поводу опрыскивания когда опрыскали не сказал я накрываем стеклышком либо пленочкой делаем хорошую влажность там внутри создаем микроклимат и ставим свою мини тепличку ссылочку я тоже оставлю ну все всем пока пока Продолжение следует...